всем привет сегодня 4 октября и мы продолжаем собираться на шашлыки на завтра где будем отмечать с вами день рождения подготовка вперед кстати сегодня 4 октября у мамы моей сегодня день рождения мама передают тебе привет она я знаю точно что она нас смотрит целую люблю тебя хоть мы далеко друг друга находимся но я тебя обнимаю и целую моя хорошая поздравляю с днем рождения поздравили вот так что поедем поснимаем поедем магазин купим недостающих продуктов на но купите овощи и фрукты воды зелени да что к обычных шашлыков луку поехали вот мы приехали в наше излюбленное место супермаркет санин называется вот на втором этаже находится супермаркет тянхе вот здесь короче кати про акцию рассказать здесь какая-то акция проходит если праздники это вот с 1 по 7 число какой праздник праздник ну как день конституции день россии день китая национальный и выбираешь себе в подарок заплачивать там от одного до пяти я не он пойдет получается вот если на девяносто восемь юаней покупаешь заплачиваешь 1 юань можно выбрать либо мыло для мытья посуды почти двухлитровая бутылка либо большая коробка лапши либо вот кола и апельсиновый короче вот один я не положил и пошел да да на 200 юаней уже но это круто я считаю что это круто ну я думаю что нас очень точно мы наверно берем поэтому мы сюда придем еще так идем магазин поснимаем магазине маленечко цены кстати кто не видел выпуск супермаркет мы кстати снимали в этом же супермаркете видео ссылку оставлю в описании где-нибудь здесь вот посмотрите там мы делали обзор то что покупают продукты русские что покупают в китайском супермаркете показывали цены сегодня тоже покажем что-нибудь вдруг может быть кто-то что-то упустили в том видео да вот эти три дня первое второе третье здесь супермаркете было просто не пробиться народу было столько много потому что на большую часть товаров дали акции дали хорошие скидки ребенок-ребенок не звонит детей оставили голосе оставил дома и старше оставили телефон он у нас звонит алёк а нет мы сейчас супермаркете дочь я так и знал и ребенка сегодня показал как звонить мне ребенок мне теперь название спрашивает как у меня дела дочь и мы только-только зашли супермаркет мы сейчас пройдемся посмотрим что нам не достает нам надо купить там всякое там фрукты вам всяко вкуснятины короче и домой чего вы там соскучились уже по нам все доченька давай нам надо посмотреть нам надо купить достающие продукты им скоро будем давать если что звонить там вероника в унитаз головой залезть вообще это знаешь я бы купил бы мангал да и наша наше пользование как бы мангал я думаю что можно приобрести не обязательно ну на только на сегодня правильно будут как бы еще одни правильно где можно будет пожарить мангал как бы не дни дешево стоит я считаю потому что очень такой некачественный сделан как будто бы из фольги это за полкило 288 за полкило яйца без штампа идут но яйца очень хорошие 590 вообще какой-то громадный перепелиная 750 стоит 750 это за упаковку цена 1760 не знаю за полкило или как вот такие черные яйца они чем-то чем-то обвернуты непонятно в чем они я так понимаю это цена за одно яйцо 170 вот такие вот есть какие-то непонятные в опилках как будто бы а вот со штампом есть штамп 9 яиц раз два три 4 5 6 7 8 9 яиц стоит 1180 а на рынке они делают специально либо там тусклый свет либо красный такой свет делает а ты скажи ребятам как ты ну выбираешь яйца о как расскажи ну во первых на вид на вид чтобы она не была там темная пятнистая зеленая но и потом если мне внешний вид нравится я его лучше вот это яйцо болтается если она болтается то там много воздуха значит это не свежие слышу я просто не понимаю смотри это вообще не болтает если это не болтается я ничего не понимаю вообще какие-то там изменения есть это это болтается малейшее неудобно если бы ты бы мне сказал абы допустим ты мне дала бы двоица допустим это болтать они болтают и не сказала бы допустим какое болтает войне болтают я бы не поняла не понял вы какой из них типа плохое того хорошее很好 выпоку какой это да это был flats ну да это не болтается а то прям сильно болталась ладно все понял сахар беру я набрала кучу этого сахара 5 юаней почти стоит а вот эти просто обычный песочный сахар нам надо за полкило 318 крахмал кажется если не ошибаюсь крахмал стоит 390 за полкилограмм вообще все ценники практически за полкило иногда бывает за килограмм и по семью они больше полкило примерно штук штук грамм соль мы покупаем здесь соль соль 180 250 грамм такая соль даст эти гречка из зеленая она очень вкусная потому что она полезная ну да вот и вот эти грибы очень мне нравится очень о как они пахнут просто шикарно стоит с этим не дешево так они все бесценника такого такую пачечку я беру мне хватает на три на четыре супа хватает суп очень вкусно детям нравится такие корешочки ягоды годжи корень какой-то пахнет на имбирь похоже мне кажется это даже имбирь и непонятные всякие снеки это наверно тофу вы рассказали все это излюбленные китайские сладости всякие желейки они любят внутри типа фрукта у такого 990 за полкило то есть набирает и так вот идет взвешиваешь всяких всякими вкусами непонятно но есть какая-то ягода черника то ли что это такие это все желейки детям обычно такие штучки нравятся так это мы пришли в рыбный отдел о скумбрия прикольно мы ее брали засаливаешь получается вкусно очень очень это вообще непонятно что такое живая рыба они рассмотрят меня как на гикаря хожу снимаю все вот рыба свежая буквально разделанная из курица у них из короче вот такая вот курица я не понимаю вроде как говорят сорт курики такой черная ух не понимаю все удобная ли она так вообще за мясом эти лучше с утра 8 часов открывает супермаркет надо сюда сразу же идти и когда будет здесь выбор мяса и так далее будет прям полный выбор вот эта говядина если говядина очень дорогая цыгадошу тем вот говядина стоит 3880 вот такая вырезка то ли что это я не знаю вот всякие кишок и есть не знаю сколько стоит он даже язык есть обычно нету языка вот это непонятно стенки живутками что это вырезка есть свина сердечко вот это кровь сайте это кровь запеченную любит они очень аппетитно выглядит поэтому мы ее не берем это каштан он очень вкусно жареном виде жарят китайцы на улице в основном жаре то он так вот лопается пополам и продают очень вкусно вкус такой как будто бы сладкий хлеб как будто бы ешь кокос вот это вообще непонятно что такое вот она смотрит хочет взять на запах общение ни на что похоже о dragon fruit dragon fruit растет на кусте кактуса цена цена и сколько стоит он вон он кстати dragon fruit бывает такой как красный как вот этот скорее всего красный как свекла внутри он прям как свекла красный 3.98 и есть белый с черными такими семечками вот он более такой более светлый ну скорее всего это вот он не знаю когда точно называется но мне не очень нравится кислый сильно кислый сегодня народу мало потому что все китайцы наверное спят после обеда но сегодня поздно проснулись поэтому магазин пришли в обед только киви вот такой вот кивики в очень вкусные за полкило 1 юань 30 катя берет мандарины они у нас вот такой вот такие вот зеленые но на самом деле они внутри очень вкусно но я выбираю так чтобы маленькая шкурка чуть-чуть отходила как бы вот надавливаю так вот если шкурка ходит я считаю что он спелый и он может быть даже зеленым не обязательно даже желтый надо брать желтый это как правило сильно переспешивший он будет возможно мягкий внутри дакать это что такое манга уголок у большой два больших манга почти два килограмма килла 828 30 будет стоить чуть такое апельсины апельсины 980 за полкило манга ургу мягкий прям вот тут вот у мягкий мне кажется это прям показатель что там хорошие внутри о о какой мягкий 780 за полкило непонятные для нас вот такие вот именно продукты это вроде как горький может быть огурец я может быть будут может быть я ошибаюсь китайцы берут не знаю что с ним делают мы такие обычные продукты не берем помидоры помидору стоит 358 как пахнет хорошо прям как будто вот только-только с грядки сорвали помидор хороший я думаю этого мало думаешь мне кажется нормально ничего но я тебе серьезно у меня са будем есть это 11 юаней вот такой большой мешок мандаринов что ну это нормально что-то недорого я и говорю о вкусе они да они очень свежие очень вкусно я кухню пойдем дакать там здорово короче все оборудовано прямо и раковины и мангалы есть но мангалы они газовые поэтому мы заморочились нам нужно будет взять с собой мангал и углей будем жарить русский шашлык большой такой порос так у нас помидоры кило триста девять сорок обошлось потом мне от раз вот эти прилавки китайцы прям тут вообще кружатся просят трава вот которую неизвестная для нас они ее прям вообще с бешеной скоростью разбирают вот но она вот здесь какая-то уже полежавшая обычно с утра она прям красивейшая и китайцы стоят тем выбирают они как-то запаривают ее как-то я не знаю супом делают это вот пекинская капуста что ли или это похоже что-то похоже на пекинскую капусту тоже типа какая-то трава на запах безвкусная на запах вот такой вот такие вот есть веники из прям совсем жестко даже может быть какой-нибудь навар и делать я не знаю мы такое обычно не берем о грибы излюбленные кстати вкусные очень грибы супчик они их бросают и они такие хрустят как огурчик я не знаю перчик а пока грибы лежат цены не знаю что за что стоит скорее всего 1080 наверно вот один раз эти 4 38 то что я думаю что они недорого лук лук бесценный лук если я не ошибаюсь 5 юаня такая вот стоит но лук очень неважно поэтому мы пойдем на улицу к частникам и купим его на рынке так это я не знаю похоже как на стрелки чеснока не пахнут вот эти стрелки чеснока нам очень нравится мы частенько берем как пахнет чесноком и дома обжариваем с твоим соусом и иногда даже с мясом то есть мясо обжариваем потом закидываем столько чеснока обливаем соусом и вкусно тесто обжаривает маски о как брызгет я подошел колбасному отделу вот такая вот прям вообще вот такая вкусная вообще прям но хрень мне кажется полно с этим не вот это сало сенька мимо него прохожу и она прям когда на пахнет дымком прям сильно вообще все это лежит так я не рискну брать это бесхозно не в холодильнике что не знаю вот это мне вообще просто непонятно как это и с чем это едят может быть это берут и отваривают суп какой-нибудь не знаю вяленый вяленый окорочок жесть катя короче хочет дуриан за течу его куда хочешь собой как мы все поспрем уже они так аппетитно выглядит но они очень ничем не пахнут добро это все стоит 1680 1880 не знаю что это и с чем это едят есть утка только вот такая вот вяленая вообще просто красавица обязательно с головой тоже вяленые не дымком ничем не пахнет такой не впечатляющий прилавок поэтому проходим его мимо хотя взяла дуриан куша он тебя раскрыты до дачи вот так вот его упаковывают так сколько стоит 990 980 980 сколько обошелся тебе о том сейчас увидим а как она с упаковкой будет держать что нет 70 июня 73 вес какой очень много ухо и штаб вес почти 4 килограмм 3 700 3 700 ну чё сегодня девчат будем баловать дуриан так вообще давно просит она будет также китайцы вот любят всякие такие булочки это вот тесто центре яйцо обжаренное там с луком с этим с этими штуками я не знаю там что там семечки какие-то 3 юаня стоит вот такая вот мы такие штуки никогда не берем все это жарится на масле на сильном все это жарится на большом количестве масло поэтому это все жирное и очень вредно для желтка пауза пареные булки пережаренная какая-то рыба очень в остром соусе 25 пахнет руби гусенько а какие-то свиные ножки то ли что это колбаски прям в перчике он москве ножки всякие 20 грани за полкило это цены флюза полкило так же готовы продукция есть вот такая вот что половина маринованная очень вкусненько вот эта штука очень вкусная это резиска когда дайкон это дайкон очень маринован до маринован дайкон очень вкусно это какая-то рисовая лапша прозрачная папоротник тофу вот этот очень вкусно я стал рыбочек это хорошая на вот они в бантике бантики тоже очень вкусненькие корень лотоса водоросли это какие-то непонятные предприятия вот это приправы всякие просто можно попросить что добавить но вот это вообще просто жирная китайская лапса жирная катя как-то раз взяла поняла что больше брать не стоит попробуй он типа он типа остро донись понес мне уже ну так руками наверно не стоит брать да ты свой только возьми вот так этот хороший ты хороший стоит курочка одна девять девянос девять восемьдесят на 1 столички скорее сюда это да это ценностью за одну штучку это крылышки кляре это нога 5 юанин вау какая курочка просто вообще секси смотри в каком-то соусе да или в чем это сладкая это утка наверное да утка да да вот она утка точно вау смотри как есть свиные ножки о ухи смотри ухи есть 38 юаней за полкило они интересны готовят здесь нет да кстати они нарезают точно точно вы прикольно молодцы короче мне нравится мы на рынке я внизу там весь рынок вот и я брал ушки там буквально одно большое ухо беру и его мелко мелко нарезают на каком-то там на какой-то машинке я не знаю где она а вон она машинка вон она машинка она она опускает машинку эти ухи они прям нарезается прям тонко-тонко и такой этой соломочкой и она добавляет сюда кинзу всякую приправу остро не остро спрашиваешь она делает очень вкусно прям вообще о улиточки вот с этим мы поговорили про уши и вот например на вот вот так вот это все выглядит здесь как-то не очень жирно как-то выглядит заживо сгорело я вообще не понимаю что это и это видимо надо пробовать 5 будем строить пробу нет стез драйв нет нет что-то хаучи короче она говорит это очень острая как спросить хорошая это цыгаха учима учат оклада а буем лада все она она прям очень жесткая вообще да ну видимо если совсем хочешь остренького видимо отламываешь и потихонечку это все дело с пивком я не знаю вон она поливает маслом этим жирным короче не наше это все кондитерский отдел целый вот эти ничего мне кажется вот эти вкусные что он говорит носочки носочки да 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 сегодня носочки со скитой носочки носочки вот эти пончики жирные пончики но вкусные блин как это все не аппетитно выглядит носочки носочки вот этот йогурт мы берем прям вообще рекомендую упаковка стоит 1580 из 6 штук вкус бывает вот такой ягодка это что ягодка как она черника или кто черника и клубника и обычный без просто обычный молочный вкус вот этих очень вкусные кстати очень вкусный густой йогурт нам очень нравится стеклянные бутылочки не дешевый да он не дешевый одна бутылочка стоит 450 очень вкусно рекомендую мы всегда здесь берем пиво harbin 320 за одну бутылочку всего супер дешево вот это тоже кстати снова неплохое пиво это вот самое еще о ребенок звонит алё ребенок давай скоро будем скоро будем мы йогурт взяли давай целую пока вонючка да просто вонючка так я еще хотел показать у них вот такой товар есть лапы с кислым перцем замаринованная ну вот берут видимо как семечко их грызут прям с коготочками да мы короче маленечко сглубили мы сделали еще одним чеком поэтому нам подарок только дадут один катя выбрала колу колу с апельсиновым соком да у нас кстати не было одного юаня нам пришлось пойти на рынок и в любом случае на рынок ты взяла там вообще-то я взяла салат лук и кинзу 10 юаней вот такой большой пакет в общем у нас не было одного юаня катя пошла рассчиталась вичатом и попросила один юань как ты объяснялась им по-китайски я по-китайски я сказала если вам понравилось видео ставьте палец вверх а также подписывайтесь на наш канал всем пока пока-пока удастся вверх а также удастся вверх а также Субтитры подогнал «Симон»